Нарваису Нарваису Варенье Нарваису Игра праздник. Замечательно. А вот погода. Отлично. Привет, Данил. Привет, привет. Ну расскажи, не испортила ли тебе погода настроение? Несмотря на погоду, все-таки все равно, все нормально, народу много, все гуляют, все отдыхают, все весело. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга, представитель фирмы Leiva Code OU. Что вы тут делаете? Мы варим уху и кормим народ на народных гуляниях вне рыбака Нарваису. Сколько народу сегодня вы накормили? Примерно 400 человек было. Это была только первая партия. Расскажите, из какой рыбы готовится уха? Лещ, окунь, судак, линь. Немножко было осетрины, немножко так было, несколько там эндзипляров. А остальное все вот вкуснятина, очень вкусно. А вот как думаете, народу-то нравится? Все довольны и все вот так сказали, кто повар, кто... Благодарности было миллион. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Ольга. Ольга, расскажите, как вам это мероприятие? Ну, всегда, каждый год проходит прекрасно, на ура. Какой год вы уже посещаете данное мероприятие? Почти каждый год. Мне это нравится. А что вот особенного вы можете выделить в этом празднике? Ярмарка, вот эти мероприятия, которые развлекают детей наших, концерт хороший. Что вы можете пожелать вот жителям Нарва и Ису? Ну, чтобы вот именно солнечного неба и хорошей погоды. Добрый день, ребят. Представьтесь, пожалуйста. Козубов, Олисей, город Ихве. Кто придумал такой чудесный аппарат? Увидал в интернете, решил сделать сам. А вы сами играли в эту игру? Да. Это моя игра, это мое изобретение. Сам сделал от нуля, с нуля до полного. Как думаете, детям нравится эта игра? Дети обожают. А взрослые, наверное, тоже? Взрослые тоже обожают, нравится, хороший позитив. Женщины говорят, хорошо снимают стресс. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Лец. Расскажите, как ваше настроение? Настроение хорошее. Вот приехали посмотреть на Нарва Ису, день рыбака с супругой. А что вы здесь такого интересного для себя можете выделить? Ну, интересное немножечко то, что здесь продают некоторые вещи, которые, скажем, не встречаешь в каждом местах. Своеобразная немножечко еда. Ну и, конечно, программа развлекательная, которая... А вот немножко идеи. Как вам мясо? Мясо очень вкусное, очень хорошее. Расскажите, вы сами когда-нибудь ловили рыбу? Да, ловил. Как на море, так и на озерах и речках. А вот что вы можете пожелать рыбакам, которые вот в данный момент сейчас вышли в море и ловят рыбу? Хорошего лова, это самое главное. И погоды, конечно, да. Алина, привет еще раз. Привет. Арсений, привет. Привет. Расскажи немного, вот испортила ли тебе настроение погода? Нет, совсем нет. Ну, погода, конечно, дождь весит. А вот что вам помогает сохранять вот такое вот жизнерадостное? Вот так вот вы все улыбаетесь, так вам всем весело. Это сладкая вата, которая вот здесь продается. Она самая вкусная. Запомните, вот этого человека. А как этого человека зовут? Давайте спросим. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Настя. Расскажите, что вы такого добавляете, что вот детям поднимает настроение? Этот рецепт очень уникальный, и всем его рассказывать не обязательно. Ну, просто приходите к нам и попробуйте эту вату. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я методист городской. Расскажите, как вам этот праздник, который проходит в городе Нарва-Ису? Это был один из самых любимых праздников для всех жителей. Он им и остается. Ну, мы поспрашивали очень много народу, и все сказали, что ради такого праздника, который проходит здесь, они готовы и в снег, и в дождь, и в слякость. Нам, как организаторам, это приятно слышать. Здравствуйте. 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 Расскажите, откуда вы приехали? Какую музыку вы играете? Какую музыку вы играете? Я играю фузионную музыку из Сауд-Америки, Центр-Америки и Норд-Америки. Он играет музыку Южной и Северной Америки. Что вы можете рассказать про этот праздник? Что вы можете рассказать про этот праздник? Я пришел каждый год здесь. Я люблю людей, люди очень любят мою музыку, и я пришел с новыми песнями, и я тоже много благодаря вам здесь. Он каждый год приезжает на этот фестиваль, ему очень нравятся люди здесь, им также нравится музыка, которую он играет, и каждый год он привозит новые песни и новые люди. Расскажите про данную карусель. Эта карусель очень легко собирается, разбирается, выдерживает даже взрослых. Расцветка крыши сделана на стиле Нарвоесу, и очень легко, в общем, безопасно на ней кататься. А расскажите, вот много ли людей катается на данной карусели? Да, потому что она есть только у нас. Ну вот особые гости у нас сегодня открыли программу. Это был оркестр народных инструментов из Санкт-Петербурга «Метелица». Они, конечно, вообще потрясающую программу нам подарили. Как вам это все удается проводить? Тяжело ли это? Ну, честно сказать, конечно, очень сложно, и, конечно, большое спасибо команде, это все делается не в одиночку. Очень много помощи со стороны наших коллег, и также волонтеры, ребята молодые, студенты, первокурсники или кто-то школьник, они очень нам помогают. Спасибо вам большое, и думаем, что этот праздник пройдет на ура. Я очень надеюсь, спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok